Ну что ж, господа, начинаем с вами нашу первую лекцию на тему «Что такое философия?». Тема сама по себе достаточно смешная, и по сути своей это будет предуведомление, небольшое предуведомление ко всему дальнейшему курсу лекций и к семинарским занятиям. Почему эта тема смешная? Потому что общего и однозначного ответа на вопрос о том, что такое философия, не существует. А не существует его потому, что вообще-то никто и никогда над этим голову и не ломал. Особенно этот вопрос не стоит слишком большого внимания. Точно так же, как ни один физик или ни один историк, ни один политолог не ломал голову над вопросом, что такое наука вообще. Для них совершенно справедливо науки вообще не существует, а существуют конкретные науки. Физика, политология, история. Вот точно так же и философии вообще не существует. А есть конкретные философии, их довольно много. Сколько предметных областей, столько философии. Есть философия истории, философия политики, философия общества, философия бытия, философия права, философия природы. Есть даже философские вопросы, физики, математики. У каждой науки имеются свои философские вопросы. И более того, в отличие от, скажем, ученых в конкретных научных областях, где их отличие друг от друга обусловлено разницей в предметах познания. Философии различаются еще не только по предметам познания, но и по субъектам этого познания. То есть по авторам философских учений. Есть философия Гегеля, это одно. Есть философия Ницше, это другое. Есть философия Жиле-Делеза, это третье. И эти философии зачастую друг на друга не похожи. Так что ответить на вопрос, что такое философия вообще, чрезвычайно трудно. Может быть и в научном смысле не надо, а вот в преподавательском смысле необходимо. Необходимо с самого начала пояснить хотя бы в общих чертах, в виде некоторого предисловия, предуведомления к нашим занятиям, о чем здесь пойдет речь и чем мы, собственно, будем заниматься. Поэтому и название такое малообязательное. Мы не ставим вопрос сейчас с вами о предмете философии. Мы говорим, обтекаем. Что это такое? И вы уж привыкайте, хотя вы и первый курс, самый первый курс. В этом тоже своя сложность. Читать философию самому первому курсу, это все время мне напоминает чтение высшей математики в младших классах средней школы. Вы привыкайте, господа, что в науке, да и в философии, конечно же, тоже любой научный термин должен иметь определение, в котором, так или иначе, должно поясняться, в чем состоит его особенность и в чем заключается его основное смысловое значение. А философия – это термин. Поэтому, конечно, не давая никаких строгих определений, я попробую для начала в общих чертах пояснить, что из себя представляет философия. А представляет она из себя достаточно непривычную и странную вещь для современного мышления. Это такая форма познания, рационального познания, подчеркиваю, рационального познания. Даже иррационалистические, так называемые, философии, они очень рациональны. А мистических философий не существует, так же, как не существует и мистической науки. Так вот, это такая форма рационального познания, которая живет бок о бок с наукой, но наукой в полном смысле слова не является. Они друг друга дополняют. То, что может сделать наука, тем не занимается философия. То, что может сделать философия, наука эти вопросы не решает. И всякий раз, когда мы сталкиваемся с вопросом в нашей практике, в нашем познании, когда мы сталкиваемся с вопросом, на который наука ответа дать не может, в силу ряда причин, приходит очередь философии. Она этим вопросом занимается. Что это за штука такая? Есть у нее одна родовая черта. Философия зачастую воспринимается и употребляется как синоним человеческого разума. Когда-то ее так и понимали. То есть, если человек разумен, то он обязательно философствует. В тот самый момент, когда он разумен, в этот момент он философствует. Происходит это вот по какой причине. Предположим, что разум у человека появляется в те давние времена, когда он отделяется от природы. Ну, это такое распространенное научное предположение, с которым, в общем-то говоря, не слишком-то конфликтуют даже креационистские взгляды многих религий. Там, правда, иначе говорится. Там говорится, например, как в христианской религии, или в иудейской религии, да, в общем-то, и в исламе, что человек когда-то был изгнан. Ну, откуда он был изгнан? Другой разговор. А главное, что это изгнание, это тот же самый вариант отделения. Когда-то он где-то был в природе там или в Эдеме, потом перестал существовать. Вот что из себя означает отделение от природы. Вы так или иначе не чуждые исторической науки. Поэтому наверняка многократно слышали эту фразу, человек отделился от природы. Что это означает? Ведь на самом деле это же не означает, что человек сидел в природе, как в подвале. Потом он взял оттуда, выскочил таким образом, что вот природа осталась где-то с одной стороны, а он теперь целиком и полностью без всякой природы с другой стороны. Так не бывает. Как мы были тесно связаны с природным миром, так мы тесно связаны с ним и остаемся. И никуда мы от природы не делись, но произошло одно обстоятельство в эти очень-очень древние времена. Может быть, у нас будет время когда-нибудь с вами коснуться вопроса о том, что это за обстоятельства такие. Но суть их была такова. Человек осознает, начал осознавать свое отличие от явлений природы. Поначалу он их не осознавал. Как, например, не задумывается и не осознает свое отличие от капусты кролик. Он вообще перед собой такую проблему не ставит. Понять, чем кролик отличается от капусты. А человек перед собой такую проблему ставит. Понять, чем он отличается от природы, по той простой причине, что он вдруг начинает осознавать свое отличие. Сначала от деревьев, потом от город, ручьев, от животных. И чем больше он накапливает подобного рода отличий, тем больше у него появляется проблем, и решение этих проблем относится уже к прерогативе философского мышления или так называемого философствования. Он начинает философствовать на тему «Да что же я такое?». И это его философствование приводит к тому, что параллельно с природой возникает еще одна природа, так называемая культура. И человек становится культурным существом, начинает жить по законам не только природы, но и по законам культуры. А законов природы он, по большому счету, как не знал, так и не знает. И проблемы перед ним появляются очень серьезные. Каким образом состыковать свое собственное культурное бытие со своим же собственным природным бытием? Вот так возникает общая проблема. Базовая, самая фундаментальная проблема и для наук, и для философии. Самая базовая, фундаментальная проблема. Она очень проста. То, над чем мы всегда, всю жизнь повсеместно ломаем себе голову. Кто такой я, человек? Что такое мир, в котором человек живет? Я вот живу в каком-то мире, что это такое? И как мне в этом мире жить по-человечески? Согласитесь, что по-человечески жить хотят все. Но вот загвоздка. Сколько людей, столько представлений о том, что такое жизнь по-человечески. Для кого-то по-человечески жить, это значит воевать. Для кого-то это значит служить государству, народу, церкви. Или, как вот в недавние наши советские времена, партии, строительство коммунизма. Для кого-то жить по-человечески, это значит воровать и нахапать много денег. Жить по-человечески, это обставиться модными автомобилями. Закупить себе виллу на Рублевке, одеть какие-нибудь супермодные штаны. Вот, Луи Виттон, если не ошибаюсь, сумочки делает, да? Популярная такая, самая модная фирма. Ну, предположим, штаны от Луи Виттона. Для обитателей Рублевки, кстати говоря, особой разницы-то и нет. Вот это значит жить по-человечески. Сколько людей, столько представлений о том, что такое жизнь по-человечески. И вот еще одна проблема. Как эти все представления друг с другом состыковать? Но об этом у нас еще разговор впереди. Базовая проблема. Что такое человек, что такое мир. И как мне в этом мире жить по-человечески? И она очень-очень понятна. Вот чтобы совсем быть кристально ясным, я воспользуюсь некой метафорической конструкцией. Это один из философских приемов. И, кстати говоря, в гуманитарных науках он тоже достаточно распространен. Как только дело касается самых базовых, фундаментальных таких оснований научного мышления, там зачастую нет возможности дать строгое логическое определение термину. А вот пояснить, о чем ты говоришь, надо. И тогда на помощь приходит метафора. Вот для тех, кто не в курсе, объясняю метафора. Метафора – это сравнение с переносом значения. Сравнение с переносом значения. Причем для самых древних времен, как правило, сравнивается мой мир с внешним миром. И я с самого себя переношу значение. Метафора – это сравнение с переносом значения. Метафора – это как если бы мы с вами скажем, что Луна очень похожа на бревно, если смотреть с торца. То есть, смотрите, сразу же задаем определенный ракурс, под которым надо посмотреть на бревно, чтобы оно было похоже на Луну. Представьте себе, что мы все с вами маленькие такие человечки, живущие в огромном, непрерывно работающем автомобильном двигателе. Представляете себе работающий автомобильный двигатель? Ну, может быть, у кого есть машина или там у родителей, заглядывали туда, вот там все тарахтит, все движется, там кислоты, там искры, там какие-то шестерни, какие-то приводные ремни, какие-то лопасти, черти что там, понимаете, и все происходит непонятное. Но главное, все непрерывно движется. И вот мы тут живем. И тогда сразу станет ясно, что если мы в такой природе хотим жить, нам надо как минимум знать ответы на вопросы, как она устроена. И какое там место у нас может найтись для того, чтобы нас случайно не прихлопнуло неизвестно откуда прилетевшим молоточком. Вот подобного рода метафора автомобильного двигателя, ну, в общем, похожа на Вселенную, как она устроена, на физическую Вселенную. Похожа на нашу планету, где и землетрясения, и наводнения, и цунами, и эпидемии, и странные перемещения животных. Надо все это знать, как это устроено, для того, чтобы просто в этом выжить. И вот эта вот проблема, она предопределяет дальнейший ход мышления и в науке, и в философии. Философий очень много. Они не только по именам авторов философских учений различаются, не только по предметности, которые изучают эти философы, но они различаются и по эпохам. По историческим эпохам тоже. Вот с тех пор, как появляется культура, и как культура становится одной из человеческих природ, в том числе одной из природ человеческого разума и человеческого познания, философии начинают различаться по эпохам. Очень большой германский философ Георг Гегель полагал, что философия это историческая эпоха, схваченная в мысли, как нечто целое. И он по этому поводу писал даже о том, что сова Минервы вылетает в сумерки. Это его очень известная формула. Минерва – это римская богиня мудрости, сова у нее – это символ самой мудрости. Вот сова Минервы вылетает в сумерки, философия, дескать, вылетает в сумерки, но замечу, что сумерки бывают вечерние и утренние. У Гегеля, и в этом с ним стоит согласиться, философия начинает культурную эпоху и завершает культурную эпоху. И философия перебрасывает мостик от одной культурной эпохи к другой. В разные эпохи философия принимает разный облик. Например, вот мы будем говорить когда-нибудь с вами, а на семинарах, тем более, про античную философию. Там то, что называлось философией, это главным образом логика, риторика, немного этика, политика. А большая часть всего остального, о чем говорили античные философы, это мифология. Их старая, добрая, древнегреческая мифология. А в эпоху Средневековья философия принимает облик теологии, то есть богословия. Когда-то говорили о том, что философия служанка богословия. Философы эпохи патристики, говоря так, имели в виду философию античности. Средневековые философы предполагали, что философия античности является служанкой современного им богословия, а современное им богословие – это и есть истинный облик философии. Но позднее в наши советские времена их мысль повторили и начали представлять так, что вот богословие топтало философию. Ничего оно ее не топтало. Богословие, теология, то есть штука достаточно сложная, и философия в ней очень органично участвует, и в нее вплетена. Это действительно для средних веков синоним практически богословия. А вот потом, когда начинается эпоха модерна, новое время, условно отсчитываемое от возрождения и вплоть до 20 века, философию стали считать наукой. И даже давалось такое определение, достаточно распространенное, и при советской власти, в рамках советской философии. Единственное научное звучало так. Философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и познания. А потом начинается уже в рамках советской философии некоторое разногласия, выражающее то обстоятельство, что это определение тоже неполно и тоже достаточно узко. философия – наука о наиболее общих законах природы, общества и познания или мышления. Наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. А как мышление соотносится с познанием? И почему только эти три сферы? А можно ли говорить о том, что философия – это наука о наиболее общих законах культуры, которая не природа и не может быть сведена только к обществу, только к мышлению, только к познанию, а представляет собой особое образование, по законам которого мы сейчас с вами живем? Тоже ограниченное представление. Тоже ограниченное. На самом деле, ни один философ в общем-то не занимается вопросом, что такое философия вообще. Но зато каждый хорошо знает, философ я имею в виду, хорошо знает, что такое его собственная философия. И вот здесь-то он может вам дать четкое, ясное, логичное определение, но мы с вами будем в течение года изучать вот некоторые общие черты, некоторые общие признаки, некоторые общие концепции совершенно разных философских систем и взглядов. Ну, у нас с вами философия по числу часов сведена к такому, извините, размеру, что лучше бы ее сразу удавили, чем пытаться за один жалкий семестр объяснить студентам первого курса хотя бы то, что им знать просто необходимо. А знать им вам, то есть, необходимо. То, что это форма познания, то, что это мировоззрение, причем не просто мировоззрение, а теоретически оформленное мировоззрение. То, что философия является базовой методологией для любого научного познания, в том числе и для политических наук, и для исторических наук. Это базовая методология, без которой научные исследования в любых научных областях превращаются в простую фактографию. А собирать только одни опытные факты, тем более факты, доступные чувственному опыту, собирать только одну эмпирию, но это недостойное для науки занятие. Надо не просто собирать, надо еще обобщать, превращать в теории по законам рационализма. Только тогда мы получаем возможность весь огромный массив наших научных эмпирических знаний упростить. Иначе мы в нем утонем. Благодаря философской форме мышления, которая в науке трансформируется в научную теорию, мы получаем возможность упростить, получаем возможность сформулировать самые основные принципы, по которым вообще функционирует изучаемая нами предметная область, а следовательно мы получаем возможность прогнозировать, получаем возможность измерять, получаем возможность выстраивать, формулировать научные законы, или по крайней мере какие-нибудь типические характеристики мы получаем возможность формулировать, А тогда мы получаем возможность практически применять. Потому что любое познание, будь то философское, будь то научное, в конечном счете практически ориентировано, иначе оно ни за чем не нужно. Оно должно ответить нам на главный вопрос. Кто такие мы? Как устроен наш мир? И как нам в этом мире жить по-человечески? Вот. Учитывая такое многообразие философских подходов, взглядов, учений, учитывая неизбежную борьбу мнений, которая в философии гораздо более остра, чем в науке. Позднее я вам даже поясню, что это необходимость. Без подобного рода борьбы мнений философия вообще существовать не может. Потом я вам это буду пояснять. Это одна из специфических ее черт. Вот. Такое многообразие философских взглядов превращает философию в довольно-таки многомерное занятие, из которого нам придется с вами выбрать какую-то одну ее сторону. Или, как это говорится, нам надо ограничить наше познание по проблематике и предметной области. И заниматься только проблемой выбранной и выбранной предметной областью. Я предпочитаю ограничить наше изучение философии с учетом тех условий, в которых находится сейчас наша отечественная культура. То есть в условиях эпохи, которую я называю межцивилизационной, когда одна цивилизация советская уже перестала существовать практически, другая постсоветская еще не сформировалась и не является для нас в достаточной мере легитимной, а мы как раз посредине живем. Вот с этим самым учетом предпочитаю ограничить нашу предметную область и предпочитаю ограничить наше изучение философии еще и выбранной вами специальностью. Вы, по большому счету, все так или иначе вращаетесь и будете вращаться вокруг политических наук. Даже вот историки, которые будут заниматься международными отношениями, такая у них судьба, так или иначе все равно будут вращаться вокруг тех или иных политических вопросов. Вот с этим учетом мы с вами еще немножечко уточним наш первичный образ философии. Только образ. Пока никаких строгих дефиниций обязательных. Есть ли у философии такая любопытная черта? Все-таки история штука длинная. За всю писанную историю и за всю ту историю, которую вообще могут изучить историки в рамках своей исторической науки, это бросается в глаза, если охватишь все это, так сказать, ретроспективно в целом. Развивается только та культура, у которой есть философия. Только у нее имеется внутренняя мотивация для дальнейшего развития. И это развитие в качественном счете превращается в прогресс. Прогресс – вопрос сложный. Сейчас мы его с вами обсуждать не будем, если вообще до него дойдет очередь. Но прогресс – это явление очень важное и очень характерное для европейских культур. Существует европейская философия, уважаемые господа. Другие культуры либо не развиваются вообще, те, которые философией лишены, и где она так и остается на уровне простого философствования, простого человеческого размышления, скажем так, о смысле жизни, происходящих вокруг него событий. Они либо не развиваются, либо даже более того, исчезают. Философия появляется сразу в нескольких точках, именно там, где появляются первые цивилизации. Философия примерно в одно и то же время возникает, где-то с VI по VIII века до нашей эры, в Китае, в Индии, в Древней Греции. Очень вероятно, что очень серьезные философские обобщения были присущи шумерской культуре или древнеегипетской культуре. Но там нам говорить что-то трудно, просто потому, что слишком много, мало, вернее, информации об этих культур, слишком мало строго определенного, слишком много разночтений, разногласий. В общем, пока их оставляем в стороне. А вот, что касается античной Греции, Китая и Древней Индии, так вот, она появляется примерно в одно и то же время. И начинает примерно в одно и то же время идти примерно в одном и том же направлении. Но! В Китае и в Индии она уже в начале нашей эры перестает развиваться и существовать. Она догматизируется и превращается в некоторую разновидность, ну, пусть пока назовем религией. Хотя это не совсем религия. И вместе с этим останавливается развитие и Китая, и Индии. И дальнейшее их развитие продолжается только под нажимом со стороны. Внутренней мотивации нет. А под нажимом со стороны, в частности, под нажимом Европы, они начинают развиваться вот где-то с учетом колонизации в 19-м, особенно в 20-м, особенно во второй половине 20-го века. И на переднем плане там находятся созданные европейской философией европейские ценности. Это очень широкий диапазон ценностей. Но та или иная разновидность европеизма характеризует любую развивающуюся страну. Так что наше изучение философии, это по неволе будет изучение западной европейской философии, в первую очередь. Что касается России и русской философии, об этом много говорится, понятно, как-то вот мы себя чувствуем немножко не в своей тарелке, из-за того, что вот приходится нам изучать тоже западную философию. Ну, я скажу так, господа, конечно, если очень постараться, можно что угодно найти где угодно. Можно даже в сухом лебеде найти мокрую щуку. Но на самом деле философская проблематика и первые философские концепции в России появляются только в середине 19 века. И в частности, первая серьезная, совершенно самостоятельная философская рефлексия в России была сделана Петром Яковлевичем Чаодаевым. Потом пошла целая плеяда. И Киреевский, и Хомяков, и Данилевский, и Западник, и Славянофин. И много чего можно называть, причем философия в России развивалась своим собственным достаточно действительно оригинальным путем, во многом предвосхитила Запад, но, но, к сожалению, ее развитие было прервано. И заметьте, действительно серьезное, быстрое развитие России по внутренним причинам, по внутрикультурным основаниям начинается тоже с середины 19 века. Потом философия была пресечена после Октябрьской социалистической революции. Достаточно долго ее не было вообще. Затем обнаружили, что, в общем, без нее никак. Ее начали очень аккуратно и осторожно вводить, в основном преимущественно для того, чтобы защищаться от западных атак. Она приняла форму сначала марксизма-ленинизма, потом так называемой марксистской философии, марксистско-ленинской философии. Советская философия марксизма-ленинизма в общем мало похожа на философию Карла Маркса и даже в общем очень отдаленно похожа на действительно философские взгляды Владимира Ильича Ленина. Это некое самостоятельное обособленное явление, но достаточно искаженное у этого философского явления в России. Очень интересное явление, кстати говоря. Я не отношусь к числу тех, кто советскую философию смешивает с грязью. Честно говоря, если бы вы были не историками и политологами, а физиками, я бы вам и сейчас читал диалектический материализм, внеся некоторые поправки. Самое то, нормальное физическое научное мировоззрение и нормальная методология, картина мира подходящая для них, для гуманитариев она абсолютно не подходит. Настолько не подходит, что если вы попробуете порыться в философских словарях советских времен, вы там даже не найдете таких слов, как разум. Разум, душа, вот нету таких слов. Вы не найдете слова цивилизации, вернее, вы их найдете, но только в связи с критикой соответствующих западных взглядов. Вот, дескать, это западу свойственна душа, разум, понимаете, а нам нет, мы советские люди, мы без всего этого обходимся. В общем, не подходит. Для вас нужна другая философия, куманитарная. Так вот, сейчас у нас только начинается некая реанимация философского мышления, просто потому, что нам действительно, так или иначе, необходимо искать внутренние основания для того, чтобы выйти, наконец, из нашей межцивилизационной эпохи более-менее благополучной без потерь и продолжить дальнейшее развитие. Но вот эта проблема ставит нас вот перед каким вопросом. Перед вопросом еще одного ограничения, в каком ракурсе я собираюсь вам философию преподносить. Дело в том, что человек это существо деятельное. Он всегда что-то делает. А делает он только то, в чем находит смысл. то, в чем мы с вами смысла не находим или хотя бы не угадываем его, мы просто физически не в состоянии делать. Мы не понимаем, что это такое. А вот за смысл нашей деятельности как раз и отвечает философское мышление. из этого смысла в конечном счете начинают рождаться утопии. Утопии превращаются, кристаллизируются в идеалы. Утопии вместе с идеалами становятся такими умозрительными целями общественного развития. Все начинают стремиться к этим самым утопиям и идеалам, пытаться воплотить их в жизнь. В итоге, конечно, ни одна утопия в жизнь не воплощается, но происходит движение вперед. То есть философия нас с вами интересует как проективное мышление, как некая строгая методологически организованная система проектов общественного развития и методологически организованная система способов построения подобного рода проектов. Философия как философствование, как вот это самое философское мышление отвечает за то, что у человека в голове вообще появляются идеи какие-то. Нас будут интересовать идеи, обеспечивающие наше дальнейшее развитие вперед, хотя так или иначе, подчиняясь общим требованиям государственного стандарта в области философии нам придется иногда делать и отступление от этой генеральной линии, которую я предпочитаю выбрать для историков и политологов. То есть вот эти вот самые проекты, которыми занимается философия, можно философствовать обыденно, так делают все, всякий раз, когда они осознанно или неосознанно, но задаются вопросом, зачем это надо, но можно философствовать грамотно, так вот философия это исторически опробированная, разработанная, теоретически оформленная культура грамотного философствования. И опять же, есть вопросы и вопросы, проблемы и проблемы. Для подавляющего большинства проблем философия не нужна. Они и без этого прекрасно решаются. Это, как правило, проблемы, относительно которых существует уже много разработанных приемов их решения. Есть технологии, есть науки, есть необходимое знание, опыт достаточно большой, накопленный, систематизированный, обобщенный. Так что решение такого рода проблем происходит автоматически. Все уже знают, как их решать. Тут философия не нужна. Но, к сожалению, время от времени мы сталкиваемся с проблемами, по поводу которых ни у кого никакого опыта нет. И никто не знает, как их решать. Например, в наши дни. Я уж не говорю про излюбленную мною тематику межцивилизационной эпохи, никто не изучал. Подобного рода эпохи в нашей стране достаточно глубоко и всесторонне с тем, чтобы разработать какую-то технологию выхода из них. Мы выходим по-прежнему методом проб и ошибок. Но есть общие проблемы. Не только наши отечественные. Проблема глобализации. Сходные явления были во все времена. Но вот такого масштаба, какой глобализации принялась сейчас, никогда не было. Никогда глобализация, точнее, моменты, аспекты глобализации в древности не приводили к необходимости множеству цивилизаций вламываться в пространство друг друга. К необходимости. Вот когда-то цивилизации существовали. Скажем, возьмем где-нибудь начало нашей эры. Вот существует Персия. Там в этом пространстве кто-то живет, как-то у них организована жизнь. Как-то организуется жизнь в дикой еще Европе, как-то организуется по-своему жизнь уже более-менее устойчиво стабильно развивающемся Китае. Более-менее. И у них достаточно пространства для того, чтобы существовать. И у них нет надобности друг в друга влезать, кроме как всякого рода спорных вопросов касаемых гроба Господня там, понимаете ли, или чего-нибудь еще. Сначала арабы устроили своего рода крестовый поход, захватив Испанию и юг Франции. Им ответили, так сказать, европейцы, устроив ответный крестовый поход. Но причины и поводы для этих походов не представляли собою ничего особенно существенного и необходимого. Вплоть до того, что вот идет крестовое вторжение крестоносцев в землю обетованную, идет непримиримая сеча с тамошним населением, битва с Саладином там, понимаете ли. Очень кровопролитное сражение, но это совсем не мешает какому-нибудь европейскому королю время от времени отлучиться с тем же самым Саладином в сторонку, чтобы распить брудочок вина. Это совсем не мешает тамошнему населению торговать на европейских базарах. Никто их не задерживает, их наоборот привлекают, хорошие купцы, у них интересные товары, чего бы им сюда так сказать не ходить. А теперь представьте себе наши дни, когда население земли добралось практически до 8 миллиардов и есть основания предполагать, что к концу этого столетия население земли перевылесит 20 миллиардов, а потом чем дальше, тем больше, и совсем уже в обозримом будущем мы будем здесь, на нашей планете жить примерно так же, как живут в московском метро в часы пик. То есть будем друг от друга непрерывно толкаться локтями и сидеть на головах друг от друга у друга. Как в этом случае быть и цивилизации начинают вминаться друг в друга? Простая демографическая проблематика. Рост численности населения. Исследования академика Капицы очень показательны в этом вопросе. Простой рост численности населения. Если представить при этом непрерывно меняющиеся центры миграции, обусловленные, например, разницей потенциалов в уровне обеспечения, материального обеспечения, материальном достатке. Миграция то туда течет, то сюда течет. И причем когда она течет, все надежды остановить ее искусственным путем, они беспочвены. Ее не остановишь. Это не мог сделать даже Советский Союз. Лично я на своей памяти видел в Сургуте в годы советские, глухосоветские годы живого чистого негра, который ни слова не говорил по-русски, но устраивался на работу в автобазу с автослесарем третьего разряда. А его будущие товарищи по бригаде разъясняли так, что вот дескать парень откуда-то из Центральной Африки остался без работы, пошел в поисках работы, шел, 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 ну и нашел. Даже Советский Союз не мог фактически свести к полному нулю вот подобного рода просачивание через границу. Граница, знаете ли, она хотя и была на замке, но была достаточно проницаемой, причем в обе стороны. Проблема глобализации, гендерная проблематика, проблема межнациональных отношений, проблема виртуальной реальности. В какой-то мере проблема виртуальной реальности может быть соотнесена с проблемой искусства и с проблематикой, скажем, связанной с книгопечатанием. Но та увлеченность книгами, которая овладела Европой, а позднее Россией где-то после Гутенберга, ну не идет ни в какое сравнение с проблематикой виртуальной реальности сейчас. Таких проблем можно считать на сегодня, к сожалению, очень и очень много. И все эти проблемы говорят о том, что не только мы вошли в межцивилизационную эпоху, процессы, происходящие сегодня в странах западного мира, говорят, что и они туда тоже вошли. И это вызывает очень большой вал политической проблематики. Как умудриться сохранить при таком росте численности населения, при такой миграции, при таких интенсивных межкультурных взаимоотношениях, как умудриться сохранить хоть какое-то государство, хоть национальное, хоть многонациональное, мононациональное, многонациональное, как его умудриться сохранить. А перспектива у нас достаточно проста. Либо мы находим способ жить совместно друг с другом, это на парочку столетий отсрочит всякие неприятные последствия, связанные с перенаселением и даст нам время, либо мы перестанем существовать как биологический вид, не говоря уж о разумных существах. Вот эти интенсивные, межкультурные, межэтнические, межцивилизационные взаимоотношения в условиях огромного количества средств массового уничтожения, накопленные сейчас по всем странам, это ведь только говорится, что есть только маленький клуб, держав, обладающих ядерным оружием, сегодня ядерным оружием не обладает только ленивый. Это все он боятся, что Северная Корея заведет в себе атомную бомбу или Иран. Я удивлюсь, если узнаю, что у Ирана ее нету уже давным-давно. Скорее всего, она у него имеется. Просто он точно так же, как и все, хорошо понимает, что, в общем-то говоря, махать таким бревном над головой своих соседей, это опасно в том числе и для своего собственного здоровья. Сейчас, я думаю, Эфиопия запросто может сделать себе атомную бомбу. Не такая уж эта сложная на сегодня технология, и к тому же массово распространенная и повсеместно известная. Химическое оружие, бактериологическое оружие, во всевозможные эти кукарекающие, хрюкающие, прочие гриппы сейчас, говорят, опять к нам взбесившиеся свиньи к нашим границам подходят. Уже то там, то сям, вспышка свиного гриппа в перемешку с курином. Смех смехом, господа, это, конечно, можно относиться к этому с шутками, деваться некуда, приходится относиться к подобного рода событиям с чувством юмора, потому что мы не знаем, как от этого защищаться, но накапливающаяся проблематика подводит к каким-то выводам. перемена климата, только слепой не заметен. Вот эту вот резкую перемену климата североафриканских негров, играющих в снежки, в то время, когда в центре Сибири, в Тюмени, снега порой не допросишься даже в декабре и в январе. Припомните, кто-нибудь читал из вас приключенческую литературу, может быть, где-то 30-х годов, 20-го века, 19-го, так вспомните, как там люди рвались к Северному полюсу. Сколько людей погибло сейчас к Северному полюсу проложены туристические маршруты. Туда бегают просто так, на выходные дни, провести маленький пикничок на Северном полюсе. О чем-то ведь подобного рода процессы должны говорить. вот я к тому, что проблематика, которая не имеет принципиальной вот таких вот способов решения, когда нет опыта, ни у кого нет опыта, как решать такого рода проблемы, когда ни у кого нет технологий, позволяющих эти проблемы решать, в том числе и проблемы перенаселенности. Разумных технологий пока сейчас не существует. Даже в перспективе что-то не предвидится никаких более-менее разумных технологий, решающих проблему перенаселенности. Время нам очень нужно для того, чтобы попробовать ее решить. Когда не срабатывает наука, приходит очередь философии. Она позволяет решать такого рода проблемы хотя бы таким путем, что четко формулирует и рефлексирует цели нашего предстоящего развития. Наше желание, нашу волю, чего мы, собственно говоря, хотим от своего будущего. Вот когда мы знаем, чего мы хотим, у нас уже есть возможность сориентировать на удовлетворение этих прагматических потребностей науку. И вот эта вот ориентация, философская ориентация научного познания превращает философию в методологическую базу. философию. Но я хотел бы предостеречь вот от какого заблуждения. То, что я сейчас говорю про философию, ее способность сделать проекты, ее способность формулировать утопические цели и идеалы общественного развития. в сочетании с тем обстоятельством, что философия она четко связана со своим субъектом, с автором, но еще и с той социальной группой, интересы, которой автор выражает, очень легко перепутать философию с идеологией. Очень легко. Так вот, уважаемые господа, идеология это не философия. Я не буду сейчас говорить о феномиме идеологии, что это такое, нас это пока с вами не должно касаться. Ну, политологи, наверное, будут изучать этот вопрос специально, все-таки это вопрос больше политологического характера, но философия это не идеология, и наука это не идеология, хотя и философия, и гуманитарная наука, они в равной мере очень идеологически уязвимы. То есть, в общем-то говоря, превратить в идеологию их в два счета. Как это произошло и с Георгом Гегелем, как это произошло и с очень интересной и очень продуктивной, в принципе, очень по сей день актуальной концепции Карла Маркса. Не надо думать про себя, что это такой, понимаете ли, большевик ленинского периода, и вообще не надо думать, что Маркс и Энгельс это муж и жена. Карл Маркс и Фридрих Энгельс это четыре совершенно разных человека. Действительно, это время от времени происходит. Особенно это происходит с философскими концепциями давно ушедших времен. С русской философией, замечательной философией 19 века это происходит сейчас. Со средневековой философией, очень интересной философией, сыгравшей огромную роль для дальнейшего европейского, а по большому счету и мирового развития, это тоже сейчас происходит. Со многими философиями это сейчас происходит. Надо уметь отделить то, что с Ницше это произошло, то, что действительно говорит философ от того, как его потом читают и что о нем думают и какие смыслы в его слова начинают вкладывать. Потому что прочтение философии точно такая же субъективная вещь, как и творчество философской концепции. Таким образом, что мы можем с вами в качестве итога этого слегка затянувшегося предуведомления сказать? Ну, во-первых, философия это теоретическая форма познания, которая выражает общее, то есть более-менее устоявшееся и более-менее общепринятое представление о том, что такое человек, что такое мир и как человеку в этом мире жить по-человечески. Вот это вот мы с вами можем сказать. Вот. И второй важный момент, который мы с вами можем тоже в качестве маленького итога сформулировать. Философия это теоретическая методология, ну, в принципе, методология, она всегда теоретическая, так что я тут лишнее слово сказал. Философия это такая методология, которая позволяет конструировать стратегические идеи и ориентиры для общественной практики и общественного развития. Изучать философию, конечно, сложно. Я вас не призываю становиться философами, это будет лишнее. Вы знаете, хорошо народу, у которого есть хотя бы один философ. Два философа прекрасно, три философа уже чересчур. Четыре и больше философов вряд ли кто выдержит. Становиться профессиональными философами я вас не призываю. Я вам буду читать курс лекций, буду проводить у вас семинары, но наперед обращаю, вы гуманитарий, то есть так или иначе вам придется читать всякую литературу, в том числе и философскую. Для себя имейте в виду лекции обязательно слушайте, к семинарам обязательно готовьтесь, проверять буду, оценки буду ставить, но если вам попадется какая-нибудь философская работа, которая как вам покажется, дает ответы на те главные вопросы, которые у вас так или иначе появятся, то вот это и будет ваш настоящий учебник философии. Вот ее читайте, перечитывайте, привлекайте дополнительные работы этого автора, разбирайтесь с каждым нюансом, с каждой буквы и запятой в этой самой работе, тащите эту работу на семинары, выступайте с полемическими заявлениями, вступайте в споры, отстаивая точку зрения этой работы, так, чтобы у вас выкристаллизовалась в конце концов какая-то ясная философская идея в ваших собственных головах, в дальнейшем она окажется для вас и ориентиром и методологической базой. Потом на нее можно будет накручивать уже множество всякого рода методологических и просто философских тонкостей. Изучать философию сложно. Как и у всякого занятия в философии есть определенного рода природные задатки, так что их можно, конечно, в себя развить, но имейте в виду такого рода философскими задатками, если хотите врожденными способностями это способность к рефлексии, потом поясню, что это такое, и способность к построению концепций, концептуальному восприятию мира, тоже потом поясню, что это такое. Способность видеть мир теоретически, ну и есть еще одна способность, она характеризует не только философов, но и все научное сообщество, в том числе и в ваших науках, способность видеть мир как одну большую проблему, проблемное мышление. Вот если вы воспринимаете проблемность всего, что вас окружает, и ищете способы решения этой проблемы, у вас, по крайней мере, научные задатки есть. Ну а теперь с предуведомлением можно завершить и оставшееся время посвятить началу нашего философского курса лекции. Так что теперь мы можем сформулировать тему, которую будем изучать очень-очень долго, несколько лекций на нее потратить придется как минимум и назовем ее так специфика философского познания действительности. Специфика философского познания действительности. Вот этот общий ракурс, общую картину, которую я пытался вам изобразить, попробуем превратить в какие-то более-менее строгие философские концепты. Кстати, у вас вопросов там не возникло случайно по поводу этого предисловия. Пока еще нет. Ну что ж, очень приятно иметь дело с умными людьми, которые с первого слова влет все понимают, особенно в философии. Специфика философского познания действительности. Замечу, господа, что эта тематика, в общем-то говоря, сама представляет собой проблему. И проблема проста. Чем же философия отличается от всего остального на свете? То есть будем уже более вдумчиво, более конструктивно и, главное, более проективно, так, чтобы и самих себя в нашей культуре узнать и какую-то собственную перспективу на будущее предвидеть? Чем же философия отличается? Ну, и, знаете, любая проблема требует построения системы задач. Требует определить цель и выстроить систему задач. Цель у нас ясна. Узнать, в конце концов, чем философия отличается, скажем, от политологии, от химии, от физики, от астрономии или, например, от сердитого гуся. А система задач должна быть построена. Каким образом вообще исследуется специфика? Ну, иногда называют отличительные черты. Как изучают отличие одного от другого? Ну, может быть, слышали, по большому счету, даже профессионально изучать должны. Есть такой сравнительный метод. Это один, это не единственный, но один из наиболее сильных и распространенных методов при изучении отличительных черт. То есть, мы должны сравнить философию с чем-то и найти отличие. Вот тогда, когда мы сравним, мы увидим отличие. И когда эти отличия мы увидим, мы можем их внимательно рассмотреть и понять наконец, что такое философия. То есть, надо сравнить философию. С чем? Вот первый вопрос. С чем? Скажите, пожалуйста, можно ли философию сравнить, например, вот с этой деревянной кафедрой или с этой учебной доской? Смешной вопрос, конечно же, нет. Интуитивно ясно, что нет. Но этот пример не зря привел. Во-первых, на самом деле, кое-какие общие черты можно найти и в этом случае. По крайней мере, философия, как учебный курс и доска, как условия прочтения учебного курса, имеют между собой кое-что общее. Но главное не то. Главное вот что. Мало интуитивно почувствовать, что сравнивать нельзя. Интуиция бывает ошибочной. Это уже по линии мистического прозрения, господа. И философия, и гуманитарная наука используют термин интуиция, применяют интуицию, но всякий раз это рациональная интуиция, хорошо осознанная, у которой ясно, что к чему, куда и как. Мы должны сказать, почему нельзя сравнить философию с учебной доской. Просто потому, что нас философия, согласно сформулированной проблеме, интересует как познание, а не как бытие, и не как феномен культуры, и не как некая вещь реальности, а доска познанием не занимается, она лишь условие этого познания. Хорошо, от этого шутливого примера сравнение более глубоко, а можно ли сравнить философию с политической наукой или с геологией? Вроде и то познают, и другое. Можно? А почему вы так считаете? Опять интуитивно кажется, и то, и другое познают. Господа, если вы не можете свою собственную интуицию превратить в рациональный образ, вы лучше ее сторонитесь. Отнеситесь к своей интуиции скептически. А что, если я скажу нельзя? И вашу интуицию подавлю своей авторитетностью бородатой? А ведь и действительно не стоит сравнивать с политической наукой или с геологией. Просто потому, что сравнивать друг с другом можно только так называемые сравнимые или сопоставимые величины. И надо доказать сопоставимость. Вот если мы докажем, что философия и политическая наука сравнимы друг с другом, то тогда можем сравнивать. А если не удастся этого доказать, тогда сравнивать нельзя, тогда любое сравнение окажется голословным и поверхностным. А как доказать? есть множество разных способов. Воспользуемся самым простым для первого курса, я думаю, подходящим способом. Речь идет о познании. Для того, чтобы найти сравнимые друг с другом виды или формы познания, надо это познание проанализировать и полученные виды и формы классифицировать. Вся загвоздка вот в чем. В том, что любая логическая классификация всегда осуществляется по определенному основанию. И вот наличие одного единственного основания в процессе классификации и анализа позволяет сравнивать. Основание одно, значит, по этому основанию, в рамках этого основания мы можем сравнивать. Например, чтобы быть ясным, мы задаемся вопросом, давайте сравним друг с другом людей. А как? Вон их сколько сейчас передо мной сидит. А по росту? И вот у нас в качестве основания классификации выступает рост. И тогда сразу становится ясно, есть коротышки, есть нормальные, есть верзилы. По цвету волос. Что вы хотите? Это да, но это уже будет гораздо более тонкий вопрос. На самом деле с нормой не все так ясно. Но, по крайней мере, люди моего роста, они для меня нормальные. И есть верзилы, это те, которые выше меня. Вот. А длиннее. А если мы сравним людей по цвету волос, у нас будет совершенно другая картина. У нас будут блондины брюнеты, шатены рыжие, крашеные, и отдельно встанет проблема лысых. Или стриженных наголо. Проблема лысых. В логических классификациях то и дело появляется раздел прочее. Вот туда все и сваливается не попадающие в эти классификации. И заметьте, вот если мы сравниваем людей по росту, у нас не появляется ни блондинов, ни брюнетов. Если сравниваем по цвету волос, у нас не будет ни коротышек, ни верзил. И даже нормальные не окажутся. Основание играет очень большую роль, но к нему следует относиться очень внимательно к основанию, потому что какое основание мы выбираем, вот оно и будет задавать дальнейший ход нашего анализа и будет задавать дальнейшее сравнение. Нас интересует форма познания. Философия как познание. Мы хотим исследовать специфические черты философского познания чего? Действительности. А что такое действительность с точки зрения философии? Вот уже вопрос, понимаете, зачастую схоластически выглядящий, и в самом деле вопрос то и дело употребляющийся без всякого смысла. Но в нашем случае у нас эта действительность задана. Задана основной проблематикой, с которой связана философия. Что такое человек, что такое мир, и как человеку в этом мире жить по-человечески. Сейчас мы будем раскручивать. Вот если мы получим возможность определить, что такое действительность, у нас появится основание для анализа и классификации. Потом мы эту действительность возьмем и на ее основе классифицируем формы познания. У нас получится философия и рядом с ней еще несколько форм познания, которые с нею будут вполне равномощны. Можно будет сравнивать, потому что и то, и другое предназначено будет для познания действительности с разных ее ракурсов. Потом мы получим возможность сравнить и найдем отличительные черты. Эти отличительные черты будут представлять собой специфику, но поначалу они будут выглядеть формально. То есть мы просто их назовем. И тогда останется сделать последнее, взять каждую из этих отличительных черт, вот те, которые найдем, и содержательно рассмотреть. И тогда у нас будет ясна специфика философского познания действительности, и мы уже получим какой-то ответ на вопрос, что такое философия. То есть вот у нас выстраивается система задач. Первая задача построить основание классификации. Вторая задача осуществить анализ и классификацию форм познания. Осуществить анализ и классификацию форм познания. Третья задача сравнить друг с другом полученные формы познания и найти отличительные черты философии. Четвертая задача. Содержательно рассмотреть эти отличительные черты. Тогда проблема будет считаться решенной. Продолжение следует... субтитры создавал DimaTorzok